Девушки отдыхают Что значит, да, ты знал? Я подозревал Ты, мать твою, знал? А что я должен был сказать? То, что моя селка трахается с этим кабаном, и ты ничего не сказал мне? Ты ничего не сказал? Я даже не знал об этом Ты просто засранец, Ника Это все после того, что я сделал для тебя? Гондон, ты штопанный Прости меня, да ну к черту Ладно, хочешь, я прямо сейчас все улажу, а? А? Нет Садись Нет, я не собираюсь стоять здесь и служить, как ты называешь меня, предателем Может, ты и можешь себе позволить, что какой-то русский хрен пялить свою девчонку, а я не могу Однако все еще смог твою мать Это было за того, как я понял, что тебе не все равно Роман, ты всегда был лицемером Ника, погоди Не делай глупостей, подожди меня только Только смотри, не делай глупостей, брат Вроде те глупости, чтобы давать этой жирной занятии подкатывать к Мэлори Эй, ну всякое же бывает, у нас свободные отношения, у нас свои заморочки, а у нее свои Может, в следующий раз их вообще застукаю за... Ой, господи, увижу, как его толстая волосатая потная задница дергается туда-сюда, вверх-вниз Нет, как он может так поступить? Я понимаю, что тебе все равно, а мне это уже надоело Подожди, Ника, нам нужно... нужно обдумать план Оставайся снаружи, пока взрослые разговаривают Давай-ка, налей еще Ага Про капусту Зачем нужно жрать капусту, если из картошки? Ахахахахаха Здарова Владик, мне нужно с тобой кое о чем перетереть Эй, а что ты тут делаешь? Я тебя вызывал, Николаша А? Я говорил тебе держаться от Мэлори А, проваливай, а теперь Роман расстроится Что, Роман расстроится, надо же Скажи, пожалуйста, да мне плевать на это Гопота-деревенщина А вот и он, кстати Слышь, Толстяк, мне очень жаль, что ты так расстроился. Смотри, как только не расплачься. Эй, Влад, давай поговорим просто... Подожди-ка. Держись от Мэлори подальше, ты понял? Мне должно быть послышалось? Секунду назад мне послышали, что какой-то колхозник указывает мне, что делать? А слышали это, парни? Да. А теперь вы сверните их отсюда. Роман, быстро наружу. Этот шердяй нужен нам обоим, Роман. Отлично, Ника, он смывается, мы победили, поехали домой. Ты что говоришь, я никуда не иду, пока не закончу это дело? Да все дело закончено, он же убегает, мы никогда его не увидим. Он вернется, таких как он только могилу исправит. Забудь о Мэлори, планы изменились, и знаешь, когда Влад закончит с ним... Да подбери ты сопли, думаешь, после того, как я на него наехал, он не вернется за нами потом, да? Нужно положить этому конец здесь и сейчас. Все, только мне это не нравится, это дерьмо, дерьмо. Видимо, ты все время вот так, да? Если от тебя кто-то убегает, то навсегда, видимо. Блин, хотел бы я посмотреть, как эти автобусы здесь в повороты входят. Отлично. Пригнись, не высовывайся, я завершу начатое. Ника, осторожно! Эдит, ты погубишь и себя, и своего брата, Дубина. Человянская, ты покойник. Ты че думаешь, гребаная деревня, моя смерть так просто сойдет тебе с рук, да? Вот и посмотрим. Ты думаешь, это... этого того стоит? Ты ставишь крест на своей жизни и расшинишь своего тупого братца из-за этой полуфариканской сучки. Вот я на свою жизнь ставлю крест, придурок, у нас все будет хорошо. Мои друзья выслали от тебя. Из-за счета, понимаешь? В любом случае, ты столько не протянешь, козел. Да пошел ты, я бы хотел лично посмотреть, как Михаил оторвет твои деревенские яйца. Задим, ты погубишь и себя, и своего брата, Дубина. Ты покойник. Михаил Фаустин относится ко мне, как к брату. А то он тамстит. Хоу-Бичер район маленький. Моего друга разыщет. Мои друзья тебя разыщат. Они... Ты дал маху, Ладик. Я никогда не позволю так поступать со своей семьей. Да... Тяжелый ты, Владик. Ника? Ника, ты что еще такое? А что ты думаешь? Все кончено? Что ты делал? А что это похоже? Мы покойники. Нет, кажется, он покойник. Ты понимаешь, это могущественно... У него есть могущественные друзья. Он сери... У него серьезные люди. Я тебе говорю, спокойься, вынужден. Я спокоен. Он пытался убить нас. Пердолил твою подружку. Чего ж ты ждал-то? Что я сделаю ему массаж? Черт. Черт. Знаешь, когда я служил в армии, нам дали задание. Устроить засаду на отряд, убившийся множество невинных людей. Хоть они и не были нашими врагами, но мы не смогли на них напасть. Нас было 15, все деревенские ребята. Но один парень предал нас всех. Он предал нас. Знаешь, из-за чего? Из-за бабок. 12 человек погибло. Трое им удалось бежать. Я предателем точно не был. Поэтому вот 9 лет я ищу тех двоих. Один из них живет здесь. Зачем ты сейчас мне это рассказываешь? Ты становишься интиментальным всякий раз, когда убиваешь человека? Но ты же все время спрашиваешь. А, чудесно. Ты здесь, чтобы отомстить за происшествие 10-летней давности? И тебе плевать за жизнь, что тут происходит? Нет. А что тогда? Не знаю. Понимаешь. Я просто пытаюсь понять, почему они так поступили. Думаю, прямо сейчас это все равно не... Ты этого все равно не узнаешь. Давай-ка спрячем тело. Давай бросим в реку. Михаил Фаустин прикончит нас путь. Подожди, Ника. Сюда едут копы. Валяй, я догоню. Валяй, я догоню. Да, Роман. Ника! Ника, слышь меня, брат! Я здесь. Что? Почему ты шел потом? Я на Талса-стрит, рядом в перестройке. Ника, скорее сюда! Так! Что? Ну и где ты, Роман, а? Ника! О, Роман, что ты делаешь в мусорном баке, приятель? Они здесь. Что ты вообще делаешь? Вылезай оттуда, дружище. А ты о чем? Чувак, мне страшно. За мной следят. Да не смеши меня, ты становишься паранойком. Это я так? Да пошел ты! Ну тебя в жопу, все было хорошо, а тут появился ты, и мы теперь обречены. Потому что Фаустин... Потому что Фаустин чокнутый, он убьет нас из-за того, что мы убили Влада. Вал был его человек. Так всегда бывает. Ты убиваешь, и человек убивает тебя. Роман, дружище, вылезай оттуда. Послушай меня. Влад был куском дерьма. Им плевать на него. Единственное, что их заботит, это деньги. Понимаешь? Так что скажем, что будем на них работать. А теперь вылезай, от тебя воняет тухлой капустой. Не, я не хочу, брат. Ой, осторожно. Вылезай из мусорки, жердяй. Давай, толстяк. Босс хочет перекинуться с тобой парой словечек. Очнись! Нам пришлось закнуть ему рот, чтобы он не орал. А тебе не стоило привозить их сюда, Андрей. Почему не это? Ты плохо себя вел, мистер Балкан. И босс недоволен. О, я сейчас станы наложу. Успеешь еще. На кого ты работаешь, рассказывай. А, на своего двоюродного брата, Романа. Да не валяй ты дурака, Роман. Нет, от дела не пойдет. Я тебе сейчас руку отвелю, говори. Ладно, ладно. Твой отец любил, когда ему в жопу вставляют, да? Что ты еще хочешь от меня услышать? Ай. Очень смешно. Думаешь, ты такой умник, да? Нет. Я думаю, что раз меня связали в подвале вдалеке от дома, и какой-то горилла развахивает у меня пилой под носом, то, наверное, не так уж все хорошо. Заткнись, мать твою. Моя жена смотрится сраной в ящик. Боже, правый, что ты делаешь? Эээ, ничего, то есть... Эээ, я пытался выяснить, кто он. И кто же? Он двоюродный брат. Ты собираешься зажилить какого-то барня в моем доме, раздвел тут столько шума, только для того, чтобы узнать, что он чей-то брат? Где ты его отрыл? Он был другом нашего сержанца, когда мы служили во Владивостоке. Он дебил. Эээ, Ника Беллик, да? Думаешь, тебе позволено убивать людей, работающих на меня? Эээ, думаю, если он мразь, то да. Согласен с тобой. Михаил, сука, смотрел на меня, будто гребаный кусок дерьма. А теперь слушай меня, Ника Беллик. Тебе не сказано повезло, что Влад был кретином. Я позволял ему крутиться по ногам только потому, что он трахал его сестру. Ааа, посмотри-ка на меня. Ты мне должен. Появилось, что в моем районе гантоны одни, которые хотят перегнать груз, понял? Мы нашли покупателя под телевизором. Точно. Но чтобы сделка осуществилась, ты должен доставить их сюда для нас. Затвижите, Романа. Хорошо. На помощь, помогите, зам... Заткни его, урод. На помощь, помогите, кто-нибудь, что-то сделает. Заткни его. Орет. Ааа. Твою мать. Михаил, заткнись. Прекрати стрелять по людям, ненормальный. Моя жена не любит, когда эти люди орут. Да какая разница? Эй, лучше бы иди поскорее делать эти делишки. Или я лично сниму каждый шов у твоего братца. И буду смотреть, как его кишки вылазят на пол. Убирай это дерьмо. Слушай, мы позаботимся о твоем братце, но тебе нужно найти полицейскую машину. И побыстрее. После этого позвони мне. Роман. Роман, иди, иди, я позабоишься о нем. Черт. Я достал полицейскую тачку. Что делать дальше? Грузовик едет по южному броксеру. Останови его и перегони. Дайник в Дюкс Драйв. А что, поточнее нельзя? В южном броксере по день и один грузовик-то ездит. Это ваши с братом проблемы. Они мои. Просто останавливай фургоны до тех пор, пока не найдешь телевизоры. Все, пока. А ну, Жива, давай вылезай, а не то покойник. Мужик, не убивай меня, я тебе все покажу. Ты ведешь партию телевизоров? Да тут пусто. Черт, убирайся отсюда. Выходи очень медленно, кусок дерьма. А, приятель, мне не нужны проблемы. Открывай багажник, есть там телеки? А, ты будешь разжирован. Твою мать. Давай, живо вылезай, без глупостей. Ты, на твоем месте, я бы этого не делал. За грузовиком приглядывают. Покажи багажник, хочу бить, что вам пусто. Ты реально облажался, парень. Я это тебе не отдам. Еще как отдашь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Я отдал фургон, куда ты сказал. Как там, Роман? С ним все в порядке, немного напугал. Ты все сделал правильно. Михаил, он уже такие, как ты. Как-нибудь заезжай и поговорим с ним. Нига, привет. Роман, как дела? Мне выстрелили в живот. А потом заштопали в операционной, где было грязи больше, чем в подвале. Для пыток, Том. Таши дела, отлично. Вообще, у тебя спокойный голос. Дмитрий болеутоляющее дал. Я малость под кайфом, понимаешь? Если получится, купишь подпузники для взрослых. Ника, ладно. Пока, давай. Ой. Продолжение следует...